Красота природы. Моя китая. Какая наша революция. Прочитала и наша выставка, как называется. Моя китая. Можно так призвать. Здравствуйте, дорогие наши ребята, родители, преподаватели и гости. Мы рады видеть вас на нашей выставке «Моя тихая родина», посвященной Месячнику Удмуртской культуры. Мой маленький край, моя крохотная вселенная. Я люблю свой край в любое время года. Здесь я родилась, здесь училась, и снега сменяла цветение. Здесь высокий дух мне дала земля, и уверенность, и сомнение. У реки сижу в одиночестве, и на звёзды я по ночам смотрю. Не поверю, нет, злым пророчествам. Верю, край, в тебя. Верю и люблю. Красота моя, сторона моя, красота моя несравненная. Как ты, мал мой край, но ты та земля, где вмещается вся вселенная. Любить свой край, ребята, это, наверное, тоже и любить свою природу и семью правильно. У каждой картины своя мелодия, ритм. В музыкальной классике немало параллелей с живописью. Это мелодия Грига, Перди, Вивальди, времена года, тема зимы в первой симфонии. Утро рассветного скверика у Мусоргского, бурное море в песне Варяжского, гостя у Римского, Корсакова, пробуждение природы в кантате Рахманинова «Весна». А сейчас в исполнении Игоря Кащеева прозвучит музыкальный номер Пётр Ильич Чайковский. Старинная французская песня. Пётр Ильич Чайковский. Пётр Ильич Чайковский. Пётр Ильич Чайковский. Лаг 베faced Пётр Ильич Чайковский. Пётр Ильич Чайковский. Пётр Ильич Чайковский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас перейдем к нашей выставке Ребята, вот уже посмотрели, да, на этой сцене представлены работы Это зависит, наверное, от того, что автор задумал, да, какая у него идея композиции Например, акварельная техника более близка к поэзии А гуаш к разбернутой повести Но акварель, ребята, не любит, кто не старается Она такая техника очень-очень сложная Кто ленится, кто не ищет красоту этой техники Вот тем, наверное, даже акварель не дается И чтобы, как вы думаете, сделать вот такие хорошие работы? Сразу берешь кисточки и рисуешь? Или с чего начинается? Сначала мы должны задумать что-то Правильно, сначала мы должны задумать что-то А потом сделать хороший рисунок Художники говорят, надо сделать хороший композиционный рисунок И причем еще не один, а несколько приходится даже сделать Когда мы сделали основательный рисунок Только потом приступаем к работе красками, да? И что задумал автор? И как вы думаете, нужно спешить, когда рисуешь? Нет Конечно, важно не торопиться А если мы взяли краски, можно уже торопиться? Нет Тоже не надо торопиться, да? Все делаем не спеша Мы даже преподавателю говорим, что несколько раз надо сначала подумать Все взвесить, только уже потом мы рисуем Все мы знаем, как разнообразна и неповторима наша природа Красота ее никогда не надоедает А только всех восхищает Как и хорошие стихи, которые мы привыкли перечитывать И даже заучивать наизусть Так и удачные работы Если повесить на стену, не будут мешать и раздражать И искусство, живописи, музыки, поэзии Все взаимосвязаны Прочтение Сафроновой Кати стихотворения Кому и что от дома вдалеке Ты скажешь на удмуртском языке Когда мне задают вопрос такой Я отвечаю с яростью глухой Родной язык, как первый в жизни шаг Без первого второму не бывать Родной язык на всех земных путях Всегда с тобой, как любящая мать К реке начало, маленький родник Начало разума, родной язык А я хочу вас пригласить дальше Посмотреть работу Именно выполненную по этим строчкам Вика Курнева Ой, Вика, не сюда, Вика Шушкова Иди сюда, Курнева Прочитала это стихотворение И очень захотелось ей показать Выразить себя, да В своей работе Пойдемте, придем Я немного расскажу Вот эта работа Ей очень понравилась Еще раз повторюсь Эти строчки понравились Стихотворение И ей захотелось Отобразить Но она все думала Как же я покажу Любовь К родному своему языку Да Там есть строчки Где бы вот там Человек не был И решили мы показать Выразить Что вот Молодая женщина Да Со своей девочкой Может быть она там живет уже Да Может быть она просто поехала в гости Или путешествовать Посмотреть И решили мы показать Культурную столицу Петербурга Да То есть Как бы здесь И Параллельно ставится Культура Узмуртского народа Да И культура Вот Нашей России Красота Этого здания То что Молодая женщина Она Не постыдится Показать Как и одежду свою И Точно так же Она И не постыдится И говорить На своем языке Как бы она далеко Не находилась Да И даже мне Преподаватели рассказывали Что Ездили В Петербург И они там тоже Не стеснялись Говорили на своем языке Может быть И это натолкнуло У нас На эту мысль И еще что хотелось А Вот Смотрите Ну женщина Таким Лицом Она Задумалась Конечно Ей очень нравится Вот эта вся красота Но она С тоской Вспоминает Свой дом Да Ей хочется Домой Хочется В родные места Мне кажется Вот Вика Она смогла Расскрыть Вот эти строчки То есть То есть Каждый человек Он Видит По-разному Да Прочитала стихотворение И Вот У Вики Получилось Вот такое Произведение Спасибо Аплодис Музей Музей Ашальчаки Ашальчаки Правильно Еще Поксильник Красильников Ну-ка Еще кто-то Может Пузибай Герк Молодцы Василия Кедров Молодцы Поксильник Кодрик Удмуртский Удмуртский Да А удмуртских художников Каких-то знаете Это удмуртский Так Наших земляков Давайте с наших земляков Кто придумал Герк Так А зовут его Кур 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 Еще Виноград Кур Кривоног А кто знает Виноград Как зовут Семен 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 Михайлов Михайлов Да Михайлов Абрам Семен Семен Это наш коллега Тоже художник Всех назвали Молодцы А сейчас Наверное Несколько слов Это даватель Тоже художественного отделения Анатолий Николаевич Вам рассказал О работах Семен Ребят На выступе Представлю Десять работ Выполнены Началом Это работа Шестых И пятых Классов В основном Тут работы Выполнены Сюжетную Тематику И Несколько Работ По-моему Три работы Пейзажи Выполнены Гуаши Все работы Потому что В композиции На уроке Композиции Работаем Больше С гуаши Пока На жилки Синий Париж Ну вот Работа Например Шестиклассницей Алашеева Авелина Васильева Маша Камиль Дриса Пятый класс Мы Композиции На эту тему Темы Пейзажи Мало работы Вы делали Там основной Сюжетной Работы Можно было И побольше Представить Работ Просто Камиль Успел Одновременно Две работы Сделать Пока Весь класс Работал Успел И пейзаж Делать Ну Вы видите Настроение Тема Работ Закат Задача была Попробовать Передать Состояние Заката С помощью Гуашевых Красок И попробовать Как можно Больше Создать Оттенков С помощью Гуаши Да Потому что Говорят Много раз Мы повторяем Ребятам Что Вся живопись Вся красота В живописи В оттенках И поэтому Стараться Надо Видеть Вокруг Больше Оттенков Больше Цветовых Оттенков И суметь Передать Красоту Художник Теме Отличается Что он Больше Замечает Оттенков Цветовых И может Передать Это В своей Работе Всего Прелесть Красоту Окружающего Мира Мне кажется Камиль Справился С этой Задачей Дальше Например Работа Авелины Там Зотовы Вики Купани Девиц Молодых Девиц Красавиц Это Сюжетная Тематика Задача Была Создать Композицию Из Нескольких Композицию Из Групп Людей И Чтобы Они Не просто Стояли Позировали А Какое-то Действие Совершалось Можете Оценить Эти Работы На Том Крыле Еще Есть Работа У нас Пейзаж Полякова Ирины Тоже Она Впечатлилась Ездила На Каму Впечатлилась Пейзажем Гречным Так сказать И Можете Посмотреть Оценить Какое Работа Ну В принципе Все Что Можно Сказать Кам Работа Работала На нашей Выставке Независимое Жюри Председателем Жюри Был Иван Аркадьевич Печняков Наверное Одним Словом Может Несколько Слов Он Какие-то Пожелания Ребятам Скажет Над чем Работать К чему Стремиться Какое Общее Впечатление Правда Чтобы Полностью Судить Выставки Независимое Еще Еще Лучше Успех Работа Диплом Сергея 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 Диплом Третьей степени Вручается Бурановой Виктория Диплом Второй степени В той же номинации «Пейзаж» вручается Протская Ангелиня. Хитровая падение второй степени. Диплом первой степени вручается Идрисову Камилю. Это также номинация «Пейзаж». Вот Идрисова, да? Да, диплом первой степени Фоминой Елизавете. Номинация «Композиция». Ну, из награжденных кто-то здесь есть, нет? Покажитесь. Покажитесь, а то... Давайте выйдем сюда. Насчет Фоминой, вот я хотел сказать. Очень талантливая девушка растет. Вот поэтому первой степени, да, диплом у нее. И вот и пейзаж, и композиция у нее очень красивая. Хорошо сделана, продумана. И цвет чувствует. И вот в дальнейшем желаю дальше развиваться. Дальше больше и самостоятельно работать. Если хотите дальше развиваться, то, конечно, больше надо заниматься. Молодец. Так, следующая номинация. Выходите, ладно, кого называть буду? Ребята, слышите? Диплом третьей степени вручается Поляковой Ирине. Ирина, выходи, мы порадуемся тебе. Диплом третьей степени вручается Беляевой Карине. Карина, выходи. Диплом второй степени вручается Печниковой Елизавете. Диплом второй степени вручается Корневой Елизавете. Диплом первой степени вручается Шушковой Виктории. И диплом в первой степени вручается Охотниковой Александре. Охотниковой Александре. Нет, Охотниковой. Правильно? Охотникова Александра. Саша, девочка. Саша, там написано Охотникова. Успехов, новых побед и участий в новых, других конкурсах, не только в школьных и другом уровне. Мерзонального, республиканского. Участвуйте, пробуйте себя. Побеждайте. Да, побеждайте. Защищайте честь школы. Всем успехов. Молодцы. Спасибо, преподаватели. Спасибо, Иван Аркадьевич, кто мне отказал, ты помог нам. Для победителей, участников нашего мероприятия, исполнение Игоря Кащеева прозвучит Мазурка. Номер 3. Василий Андреев. Я вернусь, поэтому надо здесь участвовать. Да, не забудьте. Да, у нас Саша Охотникова, а не сын. Мальчик. Да. Мальчик. Да. Мальчик. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать про баловайсник. Ребята, вы знаете, что этот инструмент называют русская душа? Похожая? Похожая, да. Сравнивают сравнение, говорят, что именно в этом инструменте скрывается русская душа. Ну и хорошо ли поздно владеет еще инструментом молодец? Это наша звездочка. Да, да. Вообще-то ей совсем приятно смотреть на него. Мы гордимся очень. Все взаимосвязано. Музыка, поэзия, стихи. Иначе вот так. Искусство, вот, и искусство. Сейчас мы всех приглашаем к самостоятельному просмотру. Всем спасибо.